Уважаемые слушатели, у нас сегодня будет две части вебинара. Первую часть проведу я, вторую часть проведет мой коллега Евгений Дружинин. Я являюсь руководителем виртуального дат-центра Крок и расскажу вам про основные технические возможности обученной платформы, про ее основной функционал. Евгений в свою очередь закроет в основном вопросы по информационной безопасности, по базовым и дополнительным услугам ИБЭ, которые мы предоставляем. Вы в процессе нашего выступления можете оставлять свои вопросы. В конце вебинара мы по этим вопросам прямо с самого начала пройдемся, на все ответим, будет у нас с вами дискуссия. Также после выступления Евгения вам будет предоставлена возможность пройти небольшой опросик. Прямо у вас на мониторах появится форма, нужно будет поставить галочки. И после мы как раз приступим к ответам на ваши вопросы. Тогда переходим к основной части нашего заклада. Как я уже сказал, мое выступление это в основном разговор про технические особенности работы в облаке. И по сути, все о чем мы сейчас с вами будем говорить, все это доступно через портал самообслуживания. Будь то управление машинами, управление дисками, бэкапами, VPN, фаерволами, катастрофоустойчивостью, построение кластеров и так далее. Вот все, про что мы сейчас будем с вами говорить, все вы сможете сделать сами через портал самообслуживания. Абсолютно все автоматизировано. Все, что будет проведено в рамках моего сегодняшнего доклада, это краткая выжимка из технической документации, с которой в основном работают администраторы, заказчиков, которые живут у нас в облаке в момент инсталляции и работы в облаке. В основном руководители с данной документацией не сталкиваются, поэтому мы на таком более высоком уровне эту информацию стараемся доносить через эту презентацию. На слайде приведена ссылка, на самом деле как раз ссылка на эту техническую документацию, на основе которой все эти слайды были как раз подготовлены. Презентация делится на три основных блока. Это блок по работе с виртуальными серверами, это блок по работе с дисковыми ресурсами и большой блок по работе с сетями. Вот в таком порядке мы сейчас и пойдем с вами. Как я сказал, управление машинами доступно через единый портал самообслуживания. У вас есть возможность самостоятельно через этот портал запускать сервер, сколько вам нужно. По нужных вам конфигурациях вы можете увеличивать мощность этих серверов, уменьшать и так далее. У вас есть полная свобода действий. На слайде в таблице приведены существующие на данный момент типа виртуальных машин. Сразу забегу вперед, мы сейчас закупаем порядка 100 новых серверов. У нас облако сейчас уже довольно прилично утилизировано. И чтобы спрос не пережал предложение, мы покупаем еще 100 узлов. Там будут машины помощнее. Сейчас я про это расскажу. Сейчас доступна следующая виртуальная машина. Максимальная мощность виртуального сервера соответствует мощности физического узла. Узла сейчас по 12 ядер и 48 гигабайт памяти. Есть узлы, кстати, по 64 гигабайта. Здесь в таблице, чтобы путинцы не было, я это не вносил. Но вот машины 64 гигабайта можно заказывать. Стоит отметить, что практически до всей машины имеют отношение количество физических ядер к объему оперативной памяти 1 к 4. То есть, видите, немножко такие дробные оперативные памяти значения, это немножко отъедает гипервизор. Мы, честно говоря, что процентов 3-5 гипервизор съедает. Мы сейчас купим железо, там будет 16 физических ядер и 128 гигабайт оперативной памяти. Планируем ввести дополнительные типы машин, так называемые машины Hi-Memory и Hi-CPU. Кто из вас, может быть, работал с Амазоном, могут заметить, что названия виртуальных серверов, которые приведены в табличке, они, на самом деле, очень похожи и порой даже одинаковы с Амазоном. Это связано с тем, что наша обычная платформа очень похожа на Амазон. У нас процентов на 85 совпадает с Амазоном API. И даже большинство каких-то функций, опций, которые утилит, предназначенные для Амазона, работают у нас без доработки. У нас ряд заказчиков, СТС, Медиа, например, этими утилитами пользуются прям с нашим облаком. Для управления машином, для какого-то более развиванного машинного мониторинга и так далее. Значит, мы, как я уже сказал, планируем ввести машины Hi-Memory. Hi-Memory машина будет отличаться от этих машин тем, что отношение количества ядер к объему оперативной памяти будет 1 к 8. То есть машина, допустим, будет доступна с 12 ядрами и 96 гигабайт оперативной памяти. 16 ядрами и 128 гигабайт оперативной памяти. То есть для каких-то вычислений может быть баз данных. Значит, ты, вторую очередь, планируем ввести Hi-Memory машины. Там будут превалировать процессоры, ядра и, наверное, отношение будет 1 к 1,5-1 к 2 ядер физических к оперативной памяти. Значит, про все типы виртуальных серверов могу сказать следующее. То, что ресурсы выделяются гарантированным и они расшариваются. Допустим, вот рассмотреть платформу по виртуализации ВМВАРе, многие провайдеры предоставляют учрительные ресурсы на базе ВМВАРе. Есть возможность выбрать коридоры учрительных ресурсов, в рамках которого машина может динамически наращивать или, наоборот, схлопать свою производительность. Это красивый маркетинговый ход, но в части техники, к сожалению, не все так красиво. Когда вы задаете нижний и верхний предел количества учрительных ресурсов, которые может потреблять ваша машина, то вы должны понимать, что нижний предел вам всегда гарантирован, а верхний, к сожалению, нет. И серверы заказчика, которые живут в виртуальном сервере, в том же физическом сервере, что и ваши машины, а вот этот хвостик между нижним пределом и верхним могут потребить в самый нужный момент, допустим, в конце месяца, когда нужно какие-то динамические отчеты строить, вы просто эти ресурсы можете не получить, потому что ваши соседи их уже потребят. И даже, может, вы хотели бы денег заплатить и больше, чтобы эти ресурсы получить, но такой технической возможности не будет. Мы работаем на рынке корпоративных заказчиков, интерпрайс-рынке, и мы решили осознанно отойти от такого динамического выделения ресурсов для того, чтобы заказчики всегда были уверены в том, что если им эти ресурсы понадобятся по максимуму, они всегда их поручат. В качестве решения про организацию машин мы используем гипервизор КВМ от компании RedHat, и наш виртуальный дата-центр построен на базе RedHat. У нас также есть и публичная платформа на базе VMware и на базе Oracle Virtual Machines. Могу сказать, что эти платформы виртуализации мы в основном используем для SaaS-решений, и связано это скорее не с техническими особенностями работы каких-либо приложений, которые мы продвигаем, как SaaS, а с организационно-политическими вопросами. Например, Oracle Transportation Management – это прикладная система для работы унистических компаний. Она поддерживается только на виртуализации Oracle, либо только на физике. Соответственно, на VMware, на KVM вы это можете развернуть, это будет прекрасная работа, просто поддержки у вас не будет. То же самое относится и к продуктам компании EMC, которые владеют компанией VMware, и документом, и коактива. Эти решения тоже прекрасно работают и на VMware, и на KVM, и на OEM, я уверен, и на Hyper-V, и на Microsoft, но поддерживают только на VMware или на физике. И ровно поэтому мы на том же уровне, что и другие игроки рынка поддерживают еще две облачные платформы. Но могу сказать, что объемы бизнеса по нашей основной облачной платформе, по VMware, OEM, отличаются десятки раз, не сотни, наверное, но десятки точно. Значит, увеличение, уменьшение мощности между вот этими виртуальными машинами, энергетипами виртуальных машин производится с перезагрузкой машины через портал самообслуживания. Значит, поговорим немножко про биллинг. Многие спрашивают, а вот как у вас машина учитывается, как биллинг работает. У нас в облаке биллинг слой, мы его писали под себя. У нас, в общем-то, вся платформа разработана под решение наших задач, наши данные между собственными разработчиками. Естественно, она состоит из трех основных продуктов. Это виртуализация машин, дисков и сетей, это коммерческие продукты. Но их интеграция, биллинг, портал самообслуживания – это уже дичь и крок. То есть, если крок выступает как клиент. Значит, и биллинг тоже наш. Работает он в посекундном режиме, по таймеру. И виртуальные машины тоже учитываются в посекундном режиме. Если вы обратите внимание, то вот на предыдущем слайде у нас есть ровно три колонки таблицы. Это название машины, мощность, процессорная мощность и объем оперативной памяти. И дисков здесь нет вообще. Это связано с тем, что диски мы учитываем отдельно. Если посмотреть на Амазон, то на всех машинах, которые там можно запустить, или практически на всех, дисковая емкость включена. Где-то включено, а по 200 гигабайт, где-то даже на больших машинах по 950 гигабайт емкости. Но в этом есть подвох, так как диски, которые принадлежат виртуальным машинам в базе, они располагаются на локальных дисках серверов, на которых работают ваши виртуальные машины. Это значит то, что когда физический сервер выйдет в строй, если у вас будет материнская плата, дисковый контроллер, процессор, оперативная память, то вы потеряете всю информацию. К сожалению, это правда. У нас было три таких случаев. У нас до недавних пор наш отдел разработки использовал Амазон. И были случаи, когда в наших проектах, в тестовых средах терялись данные, потому что сервер ломался, вся информация терялась Амазон. Соответственно, они несут ответственности за целостную доступность и компенсиальность ваших данных, которые информация хранятся в них в облаке. Мы, как я уже сказал, работаем на корпоративном рынке. Не могли себе позволить такую роскошь. Поэтому мы сразу дискульпт-систему сделали высокодоступной. Все серверы подгружают диски с централизованного хранилища данных по цен. И, соответственно, если сервер вышел из строя, срабатывает автоматическая функция перезапуска всех виртуальных машин, которые на нем работали до момента аварии. Эти машины взлетают на соседних серверах. Соответственно, нужно быть внимательным, чтобы ваш приклад пережил рестарт. Но в честь самой обычной платформы мы гарантируем, что машину с дисковой системы мы можем перезапустить. Что касается биллинга. В связи с тем, что диски хранятся в нецентрализованном хранилище, то они учитываются отдельно по секундному режиму. Машины учитываются отдельно. Машины – это процессоры и память. То есть, она вы платите за ту конфигурацию, которую вы запустили. Если машина выключена, то вы не платите деньги за работу машины, но платите деньги за работу дисковой системы, потому что данные ваши хранятся. Если вы машину удаляете, она удаляется вместе с системным диском. И остальные диски можно удалить руками. Это сделано специально для того, чтобы вы ничего не удалили машину, и с ней какие-то важные базы данных, если у вас не было бэкапов, чтобы так перестраховаться. Пойдем дальше. Значит, шаблоны. Для удобства в облаке можно создавать шаблоны. Шаблон может содержать образ заранее проинсталированного сервера с настроенной операционной системой, с настроенным прикладом. Например, машина на сервере Басттанок, на нем может стоять Windows какой-нибудь, 2012-й дата-центр, или Рео Стандарт, или Репрайс, все что угодно. SQL, и, допустим, мультивирус Касперского. И вы эту машину сможете потом через 2-3 минуты стартовать. Значит, шаблон делится на два типа. Это ваши и наши шаблоны. Наши шаблоны есть платные и бесплатные. Бесплатные это D-Belt, Sintos, Ubuntu, то есть, соответственно, свободно распространяемые Linux. FreeBSD может быть. А также платные шаблоны. Через облаку можно подписаться. А вы фактически взять в аренду, да, филиргическую точку зрения подписка. Можно пользоваться практически всеми продуктами компании Microsoft. Это системное и предполагаемое программное обеспечение. Это продукты компании ArtHut. Это Ork. Это Citrix. Citrix. Вот у нас много кто использует, допустим, подписку на терминальные лицензии. Организовывать терминальные фирмы в области очень удобно. Также можно свои шаблоны подготовить. Причины этого может быть несколько. Например, вы хотите использовать свое программное обеспечение. У вас в Microsoft, допустим, подписан Enterprise Agreement, Enterprise Agreement Subscription. Можно поставить в область вашей лицензии, экономить деньги, соответственно, использовать свое ПО. Пожалуйста. Соответственно, мы используем N64 оборудование, DOS и BEM. Можно использовать и в вашей лицензии. Могут быть и другие причины. Например, вы хотите при старте машины прописать некоторые скрипты, которые позволяют эту машину доконфигурировать в процессе старта какие-то скрипты. Допустим, чтобы машина в домен входила. То есть, это можно сделать через портал самообслуживания при старте сервера. Что касается некоторых технических тонкостей, в облаке можно машины стартовать сразу по несколько штук. Это, например, удобно, когда у вас работают в облаке динамические Citrix Firm или RTP, допустим, когда эти решения можно быстро, горизонтально масштабировать. Допустим, вы написали некие скрипты, которые позволяют в автоматическом режиме запускать по расписанию машины или в зависимости от нагрузки. Вот, проведем пример. Мы с заказчиком один прорабатывали такой кейс. У него есть 600 терминальных сотрудников. Пользователи, значит, эти пользователи работают на 20 терминальных узлах. По факту время работы с 9 до 18, а в остальное время вся эта мощность не нужна. Естественно, было подготовлено прикладное программное обеспечение, фактически набор скриптов, которые следили за динамикой подключения пользователей, знали, что нужно какие-то серверы автоматически дополнительные запускать в рабочие дни, где-нибудь из 10 или 9, и гасить эти серверы после 6, когда народ начинает подключаться. И вот можно было, соответственно, в рамках вот этой IT-системы по запуску этих терминальных машин запускать сразу по несколько штук. Допустим, вот самый пик-пользователь 9 утра, 5-6 машин сразу запустить. Значит, также в облике есть интересный функционал по возможности получения доступа без Java, без каких-то дополнительных агентов, по, прямо через окно браузера к вашей машине. Например, у кого-то машина работала, это был Windows сервер, был настроен доступ к RDP, и почему-то какой-то сбор прикладного программного освещения произошел, доступ пропал. Прямо через портал самообслуживания можно через окно браузера получить доступ к машине. И последний интересный такой функционал касающийся группы размещения. Облак у нас довольно большой, значит, у нас их два, и в забегу вперед у нас три дата-центра, и в двух из них расположены две облачные платформы. В одном облаке порядка 100 серверов, в втором облаке порядка 100 серверов. Сейчас мы еще закупаем еще 100 серверов, то есть тоже будет порядка 300 машин, облак хорошо растет. И есть такая вероятность, что, допустим, у вас работает есть виртуальных серверов в инфраструктуре, и когда вы их стартуете, серверы случайным образом пускаются на свободных узлах. Есть некоторые политики распределения этих виртуальных серверов по физическим машинам, но, тем не менее, есть такая возможность, что, допустим, из 10 серверов опять у вас вдруг так произошло, оказались на одном физическом сервере. И этот сервер вышел из строя, понятно, все эти машины у вас перезапустятся, все будет хорошо, но, наверное, не совсем хорошо, потому что у вас полная инфраструктура сразу ляжет, потому что сервер вышел из строя, опять виртуальных машин легли, перезапустятся, все равно это будет заметно. Группоразмещение — это такая политика, которая позволяет максимально равномерно размазывать ваши виртуальные машины, распределять по физическим узлам, гарантируя практически на 100%, что на одном физическом узле в одно и то же время не будет более одного виртуального сервера. Соответственно, если этот сервер выйдет в строя, то максимум, что вы потеряете на время, несколько минут, это одну виртуальную машину. Что касается доступа, то индусовые машины, которые создаются из наших шаблонов по умолчанию, защищены паролем, пароли каждый раз случайно генерируются. Нет такого, что вы запустили сервер, зашли парол, открыли доступ по RDP, и у вас на машине, повесенный внешний IP-шник, у вас на машине пароль крок 1, 2, 3, и через интернет его сразу взломали. Пароли все время разные. Вы можете этот пароль при первом запуске машины изменить. То же самое касается Linux-овых машин, там через портал флома обслуживания можно генерить САЖ-ключи и, соответственно, подсовывать их при старте машины, таким образом, обещать доступ к этим машинам. Сетевой доступ в облаке обеспечивается посредством фаервола, про него я расскажу в разделе по сетям чуть позже. Вот, мы закончили с вами первый блок по виртуальным серверам, переходим к сделку по диску, он небольшой совсем. Значит, мы используем программу обеспечения по виртуализации систем хранения данных, это IBM GPFS, кластерная параллельная файловая система компании IBM. Физически у нас сейчас 4 массива, это массивы IBM DS5300, это такой хороший топовый midrange в линейке IBM, это пара контроллеров по 32 гигабайта кэша. Соответственно, мы используем на этих массивах диски двух типов, это SATA 7.2K и Faber Channel 15K диски. И система виртуализации систем хранения данных позволяет нам все эти системы хранения данных объединить в единое целое, в общий пол ресурсов хранения данных и разбивать этот пол на тиры, на уровни, сегменты. Соответственно, у нас есть два уровня, они разбиты по признаку принадлежности к типу дисков, у нас есть Faber Channel tier, это первый тир, первый уровень хранения, второй уровень хранения, это SATA-шные диски. Значит, на рейт-тестах мы получали порядка 8000 IOPs на первом уровне хранения и порядка 2000 IOPs на втором уровне хранения. То есть диски, в принципе, довольно быстрые. Показчики у нас обык и органовые базы данных размещают, и много секунд баз данных и жалуются. Значит, трефицируются эти два уровня хранения по разным ценам, примерно в два раза разница между ними. Если в какой-то момент вы понимаете, что вам необходимо более производительной дисковой подсистемы, можно прямо без дунтайма или турсуры на уровень данные мигрировать, соответственно, это пройдет в ходном режиме и совершенно прозрачный для вас. Также можно включить опцию репликации, это значит то, что ваш логический том будет писаться сразу на две физические системы хранения данных. Соответственно, это защитит вас от чистой гипотетической возможности выхода из строя от такого отказоустойчивого массива. Значит, также у нас есть пайло-хранилище, облачное хранилище, про которое мы сейчас с вами разговаривали. Это диски, ну, например, вот CD и F, которые к машине можно крепить. Пайло-хранилище это объектное хранилище, ну, что-то типа ФТП. это фактически портал, через который можно загружать информацию облака и дампы баз данных, и все образы или инсталляции ваших виртуальных машин. И также, кстати, если какие-то эти системы вы решите вывести из облака в обратном порядке через данные пайло-хранилища, эти данные можно и забрать. Это очень удобно. Более того, пайло-хранилище служит местом, где хранятся образы машин, шаблоны, снапшоты, машины, если это нужно сделать. И это хранилище полностью физически, логически, независимо от облака. Биллинг дисковых ресурсов производится в байтах в секунду. Для удобства восприятия мы показываем тарифы в гигабайтах в месяц, чтобы цифры этих тарифов были как-то читаемы, потому что биллинг у нас довольно точный. Это 32 знака после запятой и вот эти микрокопейки не очень удобны для восприятия обычными людьми. Подошли к самому интересному разделу сети. Мы используем программу обеспечения по организации сетей на базе протокола OpenFlow, практически SDN. Сети у нас в облаке есть трех типов. На схеме приведена общая сетевая архитектура нашего облака. Соответственно, фактически приведен частный пример маленькой инфраструктуры заказчика, которая использует все три типа сетей. Белым у нас на картинке выделены виртуальные серверы. когда вы стартуете виртуальный сервер, он стартует в одной из многих или в одной единственной виртуальной сети изолированы и получает автоматически внутренний IP адрес. Соответственно, там работа внутри сети есть внутренний сервис DHTCP. Соответственно, внутри сети есть сервис DNS, внутри сети есть сервис Firewall. На базе Firewall прямо через портал самообслуживания вы можете открывать и закрывать парты и разрешать и запрещать доступ к тем или иным протоколам, разрешать или запрещать доступ из тех или иных сетей. Встроенный функционал, он бесплатный, вы можете им пользоваться и доступен он для всех машин. Второй тип сетей, которые вы можете использовать, это коммутаторы. Коммутаторы это так называемые неуправляемые виртуальные сети, но они выделены на изображение оранжевым цветом. Коммутаторы это возможность прямого соединения фактически патч-кордом двух виртуальных машин для организации допустим интерконнекта между ними или хорбита или DMZ. То есть это возможность прямого соединения в обход фактически фаервола двух машин из двух разных сетей. Соответственно, физически это будет выглядеть как добавление второго сетевого интерфейса машин. И третий тип сетей это физические сети. К нашему облаку можно подключать любое физическое оборудование, будь то сетевое оборудование или какие-то серверы. Соответственно, производится следующим образом. Мы у себя в дота-центре выделяем VLAN. Этот VLAN мы подключаем специальному отказу стоящему шлюзу, который называется экстендер. Эстендер это переходник на самом деле между облаком и всеми физическими устройствами, которые можно расположить рядом с облаком. Он осуществляет интеграцию между виртуальными сетями заказчиков и физическими сетями VLAN, которые расположены за пределами облака. Подключение к облаку физического оборудования позволяет решать следующие типы задач. Например, заказчик пришел к нам с вопросом «А могу я подключить свой канал связи?» Да, можешь. Соответственно, если канал связи 1, то нужно разместить перед облаком коммутатор хотя бы один, который примет этот канал связи. Если канал связи 2, то уже нужно организовать какую-то систему по переключению между этими каналами связи. В таком случае потребуется минимум пара маршрутизаторов. Их тоже нужно разместить рядом с облаком и подключить через экстендер шлюз к облачной платформе. Кто-то заказчиков помимо маршрутизаторов ставит чекпоинты, пикнет-координаторы, континенты, какие-то средства по обеспечению информационной безопасности, шифрования, трафика, файлор и так далее. Что можно сделать? Потом иногда встречаются такие задачки, когда заказчику не хватает тех мощностей, которые он может организовать на базе облака серверных мощностей. Допустим, ему нужен узел с 40 физическими ядрами. Это какой-нибудь 38-50 объемовский, или 580, хюритовый, или 900 серия, хюритовый, тогда еще больше ядер. Так как у нас три собственных центра можно в соседнем стойке с облаком сервера разместить, включить к облаку, и тем более, если речь идет про риск, архитектуру, эпик, спарк, серия, интегрити, машины, хюритовый, хюритовый, сановские машины, тоже можно все это отнести рядом с облаком и подключить. Соответственно, горизонт задач, которые можно выполнить на базе облачной платформы, существенно расширяется в сервере серьезных интерфайзных довольно требовательных производительности задач заказчиков. В облаке есть такой замечательный функционал, он называется VPC, Virtual Private Cloud. название визитового с Амазона фактически это полный аналог амазоновского IPC. В двух словах что это такое. По умолчанию в облаке вы не можете управлять внутренней адресацией, потому что когда вы создаете в облаке внутреннюю сеть, диапазон адресов выделяется автоматически, все новые виртуальные машины, которые вы в рамках этой сети стартуете, они автоматически из этого диапазона получают адреса. Есть риск такой, что ваша локальная инфраструктура может внутренней адресации пересекаться. Если вы захотите интегрировать свою локальную инфраструктуру удаленную, то у вас возникнут некоторые проблемы. В ВПС это возможность создания совершенно изолированного сегмента облака сетевого. Он полностью изолирован в остальной части облака. Он резиновый, эластичный, он может быть нулевых размеров и раздуваться вместе с запущенными виртуальными машинами. То есть это чисто логическая структура. В рамках этого сегмента вы полностью можете управлять внутренней адресацией. Вы можете, допустим, у вас какие-то правила по адресации есть в локальной сети. Там, допустим, все эти 10.1, 10.2 адресации облаки. Можете поднять, допустим, как продолжение 10.3, 10.4. А сеть 10.5 половину разместить у себя, половину в кроке. и построить такую горизонтальную L2-сеть. Потом можно прямо через портал самообслуживания создать пару всех пен-туннелей и вашу инфраструктуру с облаком объединить. Таким образом у вас получается на самом деле настоящее гибридное облако, когда у вас есть статичный кусок в вашей инфраструктуре и такой эластичный кусок, который расположен у нас, который может как увеличиваться по мощности, так и склопываться, этим вы управляете через портал самообслуживания. Так как можно построить несколько пен-туннелей прямо через облако, то интересная функция и по управлению маршрутизацией. Маршрутизацию можно настраивать как статическую, так и динамическую. Ряд заказчиков у нас, например, прямо через портал самообслуживания прописывает маршруты, допустим, BGP маршруты, маршрутизации на BGP. Очень удобно. Что касается бен-туннелей, то на базе облака можно создать виртуальный VPN-шлез на базе технологии OpenSlan. На вашей стороне можно использовать уже существующее сетевое оборудование. Допустим, у нас какие-то стоят циски. Если эти циски поддерживают состояние IP-IP-туннелей и прошивка на них iOS 12.4 и выше, то прямо до облака можно пробросить автоматически бен-туннель. Причем в облаке под установленным на вас оборудованием можно сгруппировать конфиг, который вы у себя примените и туннель поднимется. Все максимально автоматизировано для того, чтобы можно было быстро работать с этим всем. Количество ручных операций сведено к минимуму. Как к облаку можно подключиться? Есть два способа. Способ по уполчанию и способ, которым пользуются в основном кивозаказчики с крупными задачами. Способ умолчания это доступ через интернет. У нас есть автономная система, к ней подключены два провайдера связи. Гигабитные каналы от ГАРСа и САМИТАЛа работают в режиме активный и пассивный с автоматическим переключением нагрузки между ними в случае падения одного из провайдеров. И учет трафика по этим каналам ведется по гигабайтному режиме. Второй вариант это доступ посредством канала точка-точка выделенных. Ряд заказчиков этим пользуются. У нас 13 провайдеров в дат центре. Соответственно можно им пользоваться. По умолчанию мы предлагаем возможность создания пары пшек и пьян туннелей, настройки между ними пушетизации и в таком режиме можно работать. Это базовый функционал выступ по умолчанию. Те заказчики, которые используют свой канал связи, они могут привести один-два канала, соответственно могут воспользоваться уже существующими 13 провайдерами связи. Если им нужны свои провайдеры, они всегда могут привести к нам новых провайдеров, на святка банком. Допустим, то весной был кейс, когда у нас было 11 провайдеров, у них было 5 каких-то мелких провайдеров в их бизнес-центре, и вот незадачи пересечения не было. Соответственно у нас за две недели в отцове появилось два новых провайдера, они разместили свое телеком оборудование, и соответственно мы подключили, это не проблема. есть смешанный вариант подключения, это когда вы подключаете один канал связи, он работает в режиме Active Passive, и в качестве Passive канала используется IPC клиент уже по поверх интернета, по нашим каналам связи, что это такой компромиссный вариант, который дает вам преимущество выделенных каналов связи, и не нужно платить за второй резервный канал, соответственно вы его не оплачиваете, если у вас основной канал падает, то вы фактически платите деньги за те гигабайты, которые вы прокачали уже по нашим каналам связи. Что касается библиника, как я уже сказал, считается входящий и исходящий трафик. Входящий трафик чуть дороже, чем исходящий, это обусловлено большой любовью телеком провайдеров к исходящему трафику, когда заказчики не меряют трафику, выкидывают и бросают его в интернет, на этом зарабатывают, денег стоят IP-адреса, построение VPN-ов и подключение физического оборудования к облаку через экстендер, через отказов устойчивый шлюз. Что касается управления доступом, в облаке вашу инфраструктуру, которая доступна под вашей учеткой, можно разделить на проекты. Проект это набор сущностей машин, дисков, сетей, виртуальных частных облаков, IP-адресов и так далее. Проекты изолированы друг от друга, и вы фактически можете свою инфраструктуру делить на несколько корзинок. То есть проект 1, проект 2, проект 3. Вы можете выносить разные сервисы вашей компании, допустим, почта, CRM, терминальный доступ, AD и так далее. На эти проекты можно назначать пользователей с разными ролями. Роли могут быть администратор, мониторинг, оператор и так далее. Кто-то может запускать машины, кто-то не может удалять, например. Можно свою роль создавать через портал самообслуживания, и, соответственно, один пользователь может иметь доступ сразу в несколько проектов с разными ролями. То есть такая стандартная марта с доступом. По умолчанию создается суперпользователь, администратор, который может создавать проекты, может создавать и других пользователей. Мы закончили с вами блоки по машинам, дискам и сетям, и сейчас немножечко поговорим про дополнительные услуги, которые в эти блоки налажатся. Многие часто забывают про одну из самых важных услуг, инфраструктурных услуг, это backup. То есть мы разместили свои машины, разместили данные на дисках, организовали строить взаимодействие, но никто не застрахован от какого-то сбоя на базе прикладного программного обеспечения, и данные нужно резервировать. У нас есть решение по резервному копированию данных, это EMC Alamar, вот стоящая EMC-шная приведена на слайде. Соответственно, это решение так же, как и все облако полностью автоматизировано, есть выделенный портал самообслуживания, через этот портал можно отставить расписание резервного копирования, можно зайти руками запустить задание по бэкапу или рестору, соответственно, биллинг данного решения производится по гигабайтам данных, которые хранятся на вот этом массиве. Решение представлено двузвенной архитектурой, первое звено это агенты, которые устанавливаются на ваши хосты, на ваши серверы, которые вы защищаете, второе звено это центральное хранилище. Значит, данное решение используют технологию дедупликации. Дедупликация есть три основных типа. Значит, первый тип, который уже довольно давно используется, это, наверное, самый первый тип дедупликации, который появился. Ну, столько вообще дедупликации, когда блок данных, информация бьется на мелкие блоки, соответственно, абсолютно вся, которая у вас есть, и, соответственно, дубли вот этих блоков мелких, которые находят систему дедупликации, заменяются ссылками. Таким образом дубли выбрасываются, информация жмется в почту, 7-8 раз, жмется 10, но заказчика даже 26 раз, потому что данные сильно меняются, бэкапы довольно часто идут, и, соответственно, фактически все новые бэкапы это набор дубли, которые изменяются ссылками и чуть-чуть каких-то новых уникальных данных. Вот. И первый тип дедупликации, когда данные целиком двигаются на центральное хранилище, а потом ночью, постфактум они разбиваются на эти блоки, дубли выбрасываются, происходит дедупликация. Второй тип дедупликации, например, EMC-дата-домен, когда информация вся потоком влезет на массив, прямо на лету разбивается на блоки, дедуплицируется и записывается в дедуплицированном виде. амарка третий тип дедупликации, когда дедупликация происходит на тот момент, когда информация даже еще не долетела до центрального хранилища, она прямо на хостах происходит. Соответственно, прошел первый бэкап, все данные были уникальны, все они записались на хранилище, а до момента следующего бэкапа информация постоянно дробится на блоке, анализируется, какие блоки есть уже на центральном хранилище, каких нету, и когда приходит по списанию резервного копирования следующее задание по бэкапу передается только изменение. Соответственно, скорость прохождения бэкапов минуты буквально. Соответственно, очень удобно это решение использовать как раз, как вы приведете на картинке, желтеньким, для бэкапа локальной инфраструктуры заказчиков, когда может быть канал связи не совсем хороший, может быть, это не вообще филиальная сеть по всей России, а регионах тоже далеко не всегда хорошие каналы. Соответственно, первый бэкап можно чуть-либо на рисках привести в Кроприс, он долго будет идти, зато все последующие бэкапы будут проходить довольно быстро, потому что будут передаваться только изменения. Естественно, помимо локальных каких-то машин заказчиков, пусть они физические или виртуальные, можно бэкапить на Avomar и машины из облака, и машины, которые расположены на два центра на условиях локейшн, то есть физика размещенная в стойках. Avomar, как я сказал, тарифицируется по гигабайтам данных, причем уже в сжатом виде, дилеприцированном хранилище на центральном хранилище данных, а для работы Avomar нужны агенты. Агенты бывают разные, они бесплатные, они доступны для скачивания с файлового хранилища обычной платформы, а эти агенты есть и для SQL, и для DB2, Oracle, SharePoint, Exchange и так далее. Соответственно, эти агенты позволяют делать консистентные бэкапа фактически замораживать, визить работу прикладных систем данного бэкапа. Что касается доступности, то, как я уже сказал, виртуальные машины работают на серверах, если сервер вышел в строя, то с информацией, хранящейся на стороже, ваши машины перезапускаются, сам сторож разбит в 5-м рейде, данные уже зарезервированы, если нужно их дополнительно зарезервировать, то можно включить опцию репликации, соответственно, диск будет записываться дважды, и, как я уже сказал, канал связи у нас в облаке задублирован, и также задублировано все сетевое оборудование. SQL платформа 99.9, это 8 часов 45 минут простоя в год максимум, соответственно, если за эти пределы доступность вываливать, то, как попадает на штрафы. И катастрофа устойчивости. Как я в самом начале сказал, у нас на самом деле две облачные платформы. Первую мы запустили более двух лет назад, уже 2,5 года назад продуктив, а вторую мы запустили 4 марта в этом году. Это платформа по примерно 100 серверов. Утилизация платформ сейчас порядка 75%. у нас здесь на Волочаевской порядка 60-65% на компрессоре. Сейчас мы закупаем еще порядка 100 серверов, то есть это фактически эквивалент еще такой одной платформы. Мы эти машины поставим в дата-центре компрессор, там будет 200 узлов, соответственно, облака серьезно подрастет. Значит, у нас три дата-центра, они объединены оптическими каналами связи, Волочаевская 1 и Волочаевская 2 расположены рядом, это соседние здания, но Волочаевская 1 вбить на картинке облачника, там соответственно расположена наша первая облачная платформа. Вторая у нас в марте стартовала на компрессоре, между Волочаевской компрессором у нас расположена биоптическая линия по 7 и 11 километров трафик между дата-центрами бесплатный, соответственно, вы можете строить кластеры для защиты от каких-то ошибок на уровне приклада, вы можете организовывать какую-то программную репликацию и можете, например, хранить бэкапы на удаленной площадке относительно основных данных очень удобно. Значит, тот компрессор у нас сертифицированный, по третьему Кироптайм-института, мы в апреле получили, 4 апреля, сертификат на такую большую, огромную, тяжелую доску на предмет того, что у нас сертифицированная площадка уже не построена. Таких площадок всего в России три штуки. Мегацот Сберовский и Датспейс на шарикоподшипниковской. Это компания западная, которая занимается колокейшн, услугами колокейшн наши большие друзья. Доступность дата-центра сертифицированного по ТИР-3 это 1,35 и простой в год максимум 99,982. Соответственно, улучшная платформа SL-99,9 и, собственно, на SL-улучную платформу, которая расположена у 3 дата-центра по определению может быть выше доступности дата-центра. Это было бы как минимум странно. Спасибо вам за внимание. Я закончил со своим блоком. Я напоминаю вам, что вы можете задавать вопросы, на которые мы ответим после презентации. Я передаю слово моему коллеге Евгению Дружинину. Он расскажет про дополнительные средства по обеспечению информационной безопасности в нашем облаке. Повторяю, что после его выступления будет опросик. Можно будет ответить на него. Это буквально занято у вас меньше минуты, а потом мы с вами поговорим о ваших вопросах. Большое спасибо.